Девушки отдыхают Девушки отдыхают Нет-нет-нет, моя была кобель Глаза очень умные Мужчина, выбирайте быстрее Моя овчарка была А мой же граф к вам в академию поступал Почти все тесты сдал Что, тест на IQ не прошел? Не, IQ как раз у него выше всех было На отжиманиях завалился Да, график Круто Так, и кто тут у нас? Кабан и борзый Что стоим? Злоумышляем, граждане Ассоциальные алименты? Какие мы тебе менты? Ничего мы не злоумышляем Стоим на небо любуемся Угу Значит, вчера вы Любовались на иномарку Позже вчера на сотовый телефон А сегодня я любуюсь на это все в сводках Да? Да не боись, не сопрем мы твое небо Не хони, начальник У нас даже стремянки нет А, стремянки Да, значит, вы просто стоите и смотрите на небо, да? Привычка, так сказать, выработанная годами У тебя за 10 лет А у тебя, если не ошибаюсь, за 3 Слышь, начальник Ты что, кроме сводок своих вообще ничего не читаешь? Сегодня же солнечное затмение Такое событие бывает раз в 300 тысяч миллиардов лет Солнечное затмение А почему же солнце видно тогда, а? Так, ясен пень чего Затмение видно только через копченое стекло Ага А через вареную пластмассу его не видно? Да ты что, начальник, это же во всех книгах по астрономии написано Которую вы в СИЗО зэком читать раздаете Выходит, мы сидим и умнеем, а вы сторожите и тупеете Слышь, Кабан, ты это, говори, говори, да не заговаривайся Изучал я астрономию, я просто вас проверял Правда ли вы эти книжки читаете, а не просто их на самокрутке берете Ладно, давай свое стекло сюда, давай Да сейчас, разбежался, аж пинжак завернулся Пятьсот Сколько? Это грабеж Грабеж, начальник, это у честных граждан, типа нас, которые свое уже отсидели Отбирать их личные стекла на халяву Вот именно Нет бабок, нет затмения Ладно, на, давай покажу, как пользоваться Так становишься, смотришь Самая красота будет, когда солнышко сядет Оно, кстати, за УВД садится Ну, куда все садятся На, смотри, дубуси Э, подожди, солнце видно Ты это, один глаз плотно закрой, а второму дай попривыкнуть Сейчас будет затмение Да, блин, фигня какая Возвращайте мои пятьсот гривен Ну, сволочи, а Поймаю, будете у меня сидеть, пока всю библиотеку не прочитаете От корки до корки Астрономы, блин Здравствуйте, девушка, у вас что-то произошло? Да Николай Степанович Куленька мой сидит В УВД, что ли? Нет В тюрьме? Да нет, на дереве сидит А чего на дереве? Пьяный, что ли? Нет, он вообще не пьет А чего тогда на дерево полез? Собаки испугался Ваш муж, что, боится собак? Да при чем здесь муж? Я говорю про Коленьку Николай Степанович, кот мой А Кот сидит Помогите снять Снять? Ну, сейчас сниму Вот, смотрите Достать, я попросила Да, сейчас Сказали бы так, достать Снять Сейчас достанешь Слышь ты, сука ты голосатая А ну быстро слез сюда Или я сейчас сама поднимусь себе Я оторву твои губенчики Ну, ты меня понял? Сюда иди на Ой, Валючка Коленька Вы Николай Степанович Спасибо вам Спасибо большое Да не за что Коленька Теперь я понимаю, почему тебя никто замуж не берет Ты что, губенчики отдышал? Сейчас спокойно Сейчас сам наберешь Иди сюда Нет ключей Ключей, говорю, нет Нигде Что я искала? Жарко? Что же делать-то? Что, что? Что делать? Выбить стекло? Сейчас, молоток Сейчас найду Сейчас, жди Яна, молотка нет нигде Нету Кирпича нету Что? Что? В караоке? Что, что? А, пить Пить, жарко Пить хочешь? Сейчас, сейчас Ларек Сейчас бегаю Вот Кофе Горячий Пусть постоит, остынет Ага Что? Жарко? В бардачке В бардачке Влажные салфетки Сухие Я не знаю, что делать Что, пойти Пожобина давать? Что? А, тормознуть водителя Чтобы он открыл Молодец, сейчас Мужчина Мужчина, помогите, пожалуйста У меня ключи потерялись от машины А там напарница застряла Жарко очень, посмотрите Помогите открыть Ладно Отдаете Спасибо Пожалуйста Спасибо огромное Вы спасли мою напарницу Мужчина Вы арестованы В смысле? Я же вас только что спас А где это вы так научились Ловко машину открывать, а? Вика Давай наручники на него Наручники? Я наручники потеряла Сейчас Подожди Сейчас найду Лучше бы ты себя потеряла Я тогда пойду Стойте Блин, я же вчера постареет потеряла Ну стойте, ну мой Ян, ножа нарычники Что? Что? Я не хочу Рекс, ищи Рекс, нюхай, бери след Рекс Мы уже полчаса не можем взять след Рекс, ну нюхай уже Рекс, найди нам этого преступника, а? М? Рекс Офигеть Если это самая умная собака в отделении Я боюсь представить, какая тогда самая глупая Слушай, может ему показать надо, что мы от него хотим, а? На, показывай Рекс, Рекс 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 Смотри Нужно Нужно понюхать Ну, ну Нужно нюхать Итак Ой, где преступник? Где преступник? Слушай, он, по-моему, тебя не понимает Попробуй на собачьем ему объяснить А, да? Ага Рекс Рекс Дилетанты Понабирали в новую полицию Черт знает кого Нормальные люди Переатестацию пройти не могут Ну что, знаете, что с ним делать? Ну, конечно Это же милицейская собака, а не полицейская Есть полтинник? Ну, давай, давай, давай Пожалуйста Ну, Рексик Ты у нас и за двадцатку хорошо работал Так что вперед Погнали, погнали Давай, давай Молодец! Это красавчик Ага Че стоите? Догоняйте, давайте Рекс всегда свои бабки отрабатывает Рекс, стой! Фу! Отдай деньги! Фу! Идиота Всем привет! Это Янка-полицианка И Женька-дубинка И мы ведем онлайн-трансляцию Перископ Патруль 2-3 И, кстати, мы одинаково одеты Только потому, что Мы на службе Так что подписывайтесь на наш канал И ставьте лайки Лайки, лайки, лайки Полиция, помогите, меня ограбили А вот и первый потерпевший Скажите, что у вас произошло? У меня украли айфон Что? Так, мужчина Дело в том, что мы ведем онлайн-трансляцию И нельзя назвать бренды За которые нам не платят Скажите просто У меня украли смартфон Да Итак, что у вас произошло? Я сидел в кофе-хаусе Смартфон лежал у меня на столе Тут забежал мужик в костюме Адидас Схватил его Сел в красный океан с надписью «Мама пицца» И уехал в сторону элитного микрорезона Воздвиженка Так, мужчина Я понимаю, что вы в шоке Мы вам сочувствуем Но давайте запишем заявление Без этих всех брендов Короче, я понял, что у вас произошло Вы сидели в каком-то кафе Вдруг подбежал неизвестный мужчина В спортивном костюме Схватил ваш телефон Сел в машину без опознавательных знаков И уехал в неизвестном направлении Правильно? Получается, что да Правильно Ищите его, ищите Ну как же мы его найдем, если такие скудные приметы Так что от лица новой полиции Мы выражаем вам свое соболезнование Кстати, по поводу лица Спонсором маяка по новой полиции Салон «Красота на Борщеговке» Красота на Борщеговке Борщеговская красота С вами была Янка Полицанка И Женька Дубинка Парни, смотри У-ху Стоять боятся Ну что, нарушаем? Вообще-то у нас погоня Вы не заметили? И на вас только что Шевроле пронесся 200 км в час Почему вы его не остановили? То вас не касается Вы нарушили, мы остановили Вы хоть знаете, кого вы остановили? Только не надо меня пугать Мы полиция Тю, а я думал, вы стриптизеры Вы хоть понимаете, что вам за это будет? Я кажу, не надо мне угрожать То, может, вы у себя там в Киеве крутые перцы А тут в области вы Вот то, бачите линия С той стороны ваша территория, а с этой уже наша Хорошо, мы нарушили Мы оплатим штраф в ближайшем терминале Всего доброго Подождите, подождите То, может, у вас в Киеве там терминалы А у нас тут ничего, слава Богу, такого немає Так что платить придется наличными Хорошо, мы оплатим штраф у себя в участке Всего доброго Не-не-не-не-не-не-не Вы что, хочете, чтобы снова все гроши пошли в Киев? Нарушили здесь, значит и платить здесь Или можем договориться? То есть это вы сейчас на взятку намекаете? Да, Боже, сбав! Вы просто зараз мне свои гроши дасте А я пойду, отнесу их и все заплачу Вам навіть никуда ходить не треба Вот это и называется взятка Ой, называйте, як хочете Хорошо Взятка так взятка Ну вот, о чем же ж разговор? А шо це у вас упало? Упало, извините А я підійму? Шо, вы думаете, я гордий? Мене геть вообще не сложно Знов упало? Вы шо думаете, мені впадло поднять? Мені геть вообще не впало? Та шо це ви все роняєте тут? Э, 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 шо ти, шо ви робите? Це ж не Київ, це область А ви даже не заметили, как ми границу пересекли? А сейчас ви на нашей территории А на этой территории за взятку статья Все, 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 попався, понял Все, ведіть мене в машину Да нет, пішком в участок войдем Да, то пішком А машина Она умна Значит так, молодой человек За управление транспортным средством в нетрезвом состоянии Мы вас задерживаем А машину вашу на штрафстоянку Все Может как-то договоримся? Да В смысле? Ну в смысле я окажу вам финансовую помощь А Это можно Пожалуйста А говорят еще нового полиция не берет Не берет А здесь Не хватает А я понял вас же двое Пожалуйста Все равно не хватает Вы что офигели что ли Я за эти деньги всю милицию Киева покупал Что тут не хватает Вы не так поняли Адреса не хватает Какого адреса? Пишите Министру Финансов Украины Ну вы же хотели оказать материальную помощь Ну пополните бюджет Не-не-не Вы не поняли Я хотел вам двоим Лично оказать помощь А Лично нам? Да-да-да Привет А то мы сразу не поняли Ладно Перечеркивайте этот адрес Так И пишите Генеральному прокурору Украины Он же у нас взятки расследует Да-да-да Да нет Это не взятка Это безвозмездная благотворительная помощь А безвозмездная помощь Ну тогда пишите Средняя школа Так Номер один Подождите Вы что, меня за идиота держите? Молодой человек, если вы идиот То пишите адрес Сумасшедшего дома Подождите Я вообще запутался Что писать тут надо? Молодой человек У вас есть четыре конверта? Да Ну вот возьмите четыре конверта Разошлите по четырем адресам Поверьте Вам будет счастье А сами Выходим из машины Автомобиль На штраф стоян Все Да я вам базаре Я у этого дрыща взял телефон Чтобы смс-ку черкануть Любимой А в глаз ты ему зачем дал? Так это была приватная беседа А он подглядывал Ясно В участке разберемся А у тебя ключи? Я тебе что, паспарту? Ты же за рулем сидел Как? Блин Ключи в машине Да что ж за день-то сегодня такой Опять над нами весь участок ржать будет То кошка рожу расцарапает То бомжи шокер отберут Теперь это Че делать? Эй, бля Блюстители А хотите, я вам тачку открою? А ты умеешь? Как два пальца об асфальт Знаешь, сколько я таких вскрыл? Ну, в смысле Скольким добрым людям помог? Я ж типа Бэтмен Помог и Вскрылся в темноте А ну, вот с этого места поподробнее Ладно, ладно, ничего Открывай, Бэтмен Ага Ну, добазарились? Я вам открываю, а вы мне свободу Ни о чем таком и не добазаривались Ну ладно, тогда пойдем пешком А уже в участке я всем расскажу Как вы лоханулись Поверьте мне, ржать будут все Я еще тот стендап комик Вот смотрите Всем привет, меня зовут Кабан И я расскажу, почему менты лохи Ладно, ладно, ладно Хорошо, отпустим Чего? Ну, телефон мы потерпевшему вернули? Вернули Ну Открывай Только вы отвернитесь Зачем? Настоящий иллюзионист Не открывает секретов своих фокусов Иллюзионист Ты что натворил? Каперфильд хренов А в чем базар? Как договаривались Тачка открыта Значит я свободен Вали уже Что делать? Слушай, давай скажем Что на нас банда напала И мы там еле отбились И все такое Думаешь прокатит? Ну, хуже точно не будет Кажется, будет Эта банда у нас еще Магнитолу украла Кабан! Ой, что же делать-то? Здравствуйте, девушка Что случилось? Здравствуйте, ребенок пропал Отпишите его Как он выглядел? Рост Около Метра Красная футболочка Ну, такое себе Описание Может у него на руке Татуировка с адресом есть? Зачем? Ну как, чтобы не потерялся У меня есть Вы не обращайте внимания Он Тест на IQ С трудом прошел Зато бегает быстро Не волнуйтесь, мамаша Мы вашего ребеночка Вмиг найдем Не переживайте Он сейчас быстро Ребенка вашего найдет О! Вот уже нашел Ну, это нас Та ваш ребеночек Это не мой ребенок Как не ваш? Он сидел на скамейке И плакал А может он плакал Потому что ты у него Яблоко забрал? А, да? Нет, папа Точно М-да Дай сюда Где ты его взял? Там Где мой ребенок? Да вы не убивайтесь, мамаша Так Я вам еще одного Приведу ребеночка Сейчас Радость моя Спасибо вам большое Не за что Это наша работа Я вам так благодарна Ну вот, мамаш Я решил по одному Не водить детей Сразу всех привел Выбирайте, какой из них ваш Спасибо большое Но ваш коллега Уже нашел Моего сыночка Да? Что-то он у вас Какой-то охлипенький Может вы из моих выберите Чтобы я не зря бегал А? Ты где их набрал? Да кого где? А какая разница? Как мы их родители Теперь найдем? Зачем искать? Мы всех детей В отделении забираем Родители придут писать заявление И сами найдутся Дети, где ваши родители? Вон там За мной Идите А это точно ваш Ерёночка? Мама Точно Хорошего дня До свидания Борзый? Борзый? А, участковый Нет, я уже полицейский О, круто Борзый Сколько лет, сколько зим А ты это, когда откинулся? Да уже месяц как Да? Ну рассказывай, как ты? Что ты? Да всё в порядке С криминалом завязал Вот на работу еду Ты? Завязал? Да Не верю А что в пакете? Да там инструменты всякие Ключи, отвертки Я на СТО С лесарем устроился Слушай Реально Инструменты Ни женской сумочки Ни золота Ни отмычки На велике Как лох Может и правду завязал? Обижаешь, начальник У меня бабушка больная Кошка окатилась недавно Мне в колонию никак нельзя Молодец Ну я поехал Да подожди ты минуту Молодец, говорю Завязал То ли раньше времена были А? Помнишь, как ты Банкомат Из магазина Выдрал Трактором Проник в магазин И две бутылки водки украл Помнишь? Да, помню А помнишь Эту историю Как ты Киоск С пивом ограбил И паспорт оставил свой Там мы тебя так и вытеслили Полиция, помогите Ладно, борзой, бывай Служба Ага, счастливо Помогите Полиция Здравствуйте Полиция, здравствуйте Товарищ Господин Уважаемый Что случилось, девушка? У нас с подружкой По куску велосипеда украли Что? Ну вот, посмотрите У меня украли колесо А у нее весь велосипед Кроме колеса Ах ты ж борзый Ах ты слесарь Автомеханик Гребаный Ах Та-да Пятый ранен Повторяю, пятый ранен Прием Пятый убит Двухпалубный Осталось четыре Молодой человек У меня украли ребенка Успокойтесь Когда это произошло? Сегодня утром Да? А с чего вы решили, что его украли? Похитители выдвинули какие-то требования? Да Они ходят в мою квартиру в центре Киева Аа, преступление действительно серьезное Вы можете описать преступников? Описать? Да я могу еще голову оторвать за мою кровиночку Понимаешь? Только, пожалуйста, никакого самоуправства Для этого у вас есть полиция Мы во всем разберемся Вы догадываетесь, кто может быть злоумышленником? Я догадываюсь Да я этих тварей полгода знаю В конце концов Ох Слушай, дай-ка мне Не надо Не надо Не надо Я сам Я их сама пристрелил Я сам Не надо Давайте пройдем на место преступления И попробуем найти следы злоумышленника Следы? Я тебе эту тварь сейчас сама приволоку А ты сиди здесь Мимо Теперь мой ход Вот она Арестуй ее Вы правда украли ее ребенка? Украла? Не только украла, но и женила на себе Наверняка залетела Чтоб наверняка Че смотришь? Надевай на нее наручники быстро Да Я украла ее ребенка, которому 30 лет И теперь он мой законный муж Мы любим друг друга и будем жить вместе Где? В вашей квартире Дай пистолет, я ее точно сейчас застрелю Нет, нет, пожалуй, разбирайтесь сами До свидания А ну-ка, стой Вот гад Вот почему, почему мой сын не убежал точно так же, как он? Сиди здесь, я его сейчас догоню, заберу пистолет и точно тебя застрелю Мне кроме квартиры ребенка терять нечего Сиди ее Это что, все ваша жена? Вы правильно сделали, что нам позвонили? Только надо было раньше, до перелома А я пытался вас вызвать до Поэтому перелом и заработал Раньше было только вот это и вот это Кошмар Ну, вы не волнуйтесь Мы на нее праву найдем Где это видано, чтобы жена мужа так избивала? Вы... А тише Она может услышать Я же не посплетничать с вами пришел, а? Чем более я ее не боюсь Вы такой смелый Да, а полицейские для того и нужны, чтобы защищать слабых и обездоленных А вы как раз по новой категории подходите Это кто куда подходит? Женя Видишь, я голубя поймала нам на свадьбу А ты говорил, что голубей не будет Прелесть Марина Женя Ты что, меня преследуешь? Это мой бывший До сих пор убивается за мной Нет-нет, я по работе Случайно Да, то есть Вы говорите Котеночка вы не видели Жаль Будем искать Всего доброго А как же я? Я, я как же? Мужик, а ты держись В полицию не звони Если что, сразу спецназ Особенно в первую брачную ночь Держись Спецназ Спецназ Тебе же сказали В первую брачную ночь Ну, тебе нравится голубь, а? Ты знаешь, а после свадебной фотосессии Мы его Отпустим Съедим Господи, суток не понимает Гады Веспредел В караул Добрый вечер Здравствуйте, вы полицию вызывали? Я вызывал А контролировать все Вы должны были сами Что случилось, дедушка? Не перебивай меня, мальчик Случилось Довели страну Вы нас по этому поводу вызвали? Не перебивай, говорю Садись Сейчас все расскажу И ты садись, мальчик Наши борусь я с ними давно Ох, они мне кровушки попили Ох, много-много-много-много-много-много-много-много Дедушка Дедушка Смин, ты Тихо-тихо, дедушка Это вы полицию вызвали А, я? Да А что я сейчас? А, вспомнил В парке орудует банда Очень-очень-очень сильная И очень злостная Вы пострадали от нее? Если б только я Многие-многие страдают Но все боятся вам звонить и рассказывать А я не боюсь Я не боюсь А сколько всего человек пострадало? Ну, по моим подшотам Жертв Человек десять И это только за сегодня А как действует эта банда? Банда действует скрытно То есть напали в этом парке? Нет, напали в этом Но они работают не только в этом парке Они работают еще около моего подъезда Возле собеса Гады такие И главное, я ночью Скрытно У тишине Они на вас напали, избили и ограбили? Ни то и ни другое Нет Они испортили мое имущество Гады А как, как они испортили? Как? Они Окрасили Вот эту лавочку А предупредительной надписи Не оставили О, о Смотрите Посмотрите Посмотрите, что получилось О Дедушка А что же вы нас не предупредили-то, а? А это чтобы у вас Мотивация была лучше Чтобы Словищех вам Захотелось Вселенение Дедушка, знаешь, что ты после этого? Знаю, знаю, знаю Сознательный гражданин А, да Довери страну Довери Стали На вас Дай протокол Табака Дердун Сержант, готово? Да Проверим Пистолет Есть Наручники Есть Удостоверение полицейского Есть Даже боюсь представить, где ты все это прячешь Пройдем по плану Я стою здесь Дидер подходит Я прошу у него наркоту Он продает Мы его берем Да Раз-два, раз-два, как слышишь? Отлично слышу Я на позицию Отлично Братишка Братишка Это ты мне звонил Ну я Привет, братан Йоу Йо-моё Лейтенант Гошенко Ничего себе Ого Челка, а какой лейтенант Ты попутал? Я обычный прохожий Наркоман Да я же тебя по телеку смотрю В патруле все время Вот такая программа Ну ты реально там крутой Я тебе говорю Ух Ты че это попутал? Какой полицейский? Я дитя улиц Я тут расту Я тут как цветок Привет, мальчики Не желаете расслабиться? Ничего себе Это ж твоя напарница, Глушенко Вау Ты так задержание делаешь Вообще мы с пацанами дычим Заценили Бомба Слышишь, мальчик? Ты что, когда-нибудь видел Вот такую полицейскую? Вау Ну точно как в девятнадцатой серии Ё-моё Можно салфануться, а? Я тебе сейчас в участке салфанусь Что в сумке? Ты гоняй Я его на кумуке Чтоб я еще раз патрульном снялся Останять! Зато нас смотрят Какие красивые девушки А куда путь держим, красавицы? Девчонки, ну подождите Ну подождите Давайте Давайте знакомиться Меня Олег зовут Яна Очень приятно Викуся Викуся А какая у вас фамилия? О, а мне нравятся любознательные девушки Олег Петрович Иваница С собственной персоной О, а какого вы года? А, это сходимся ли мы по звездам 26 апреля 78-го года Подходит? Угу А прописаны где? Так Это к вам или ко мне Рокоссовского 18 Квартира 3 Но вход только красивым девушкам Как вы Олег Петрович Олег Петрович А вот вам, пожалуйста А вот эти... А что это такое? А это штраф За парковочку в неположенном месте Вот так С указанием фамилии, имени, отчисла, год рождения, прописочка и государственные номера А если вы не заплатите штраф То на улицу Рокоссовского 18, квартира 3 Придет повестка в суд Что, простите? Говорю, супер, что скидка за быструю оплату Счастливого пути До свидания До свидания Викузька А вот если бы мы еще юбки надели Мы бы за ним сделали Месячную норму Ну вот Открываю дверь в квартиру Захожу А там все пьяные в стельку Человек 10 А ты что? Да Так я взял Наряд вызвал И всех в обезьянник Ха-ха Ну ты красава Я бы так не смог Ну правда после этого Ко мне на день рождения никто не приходит Ну еще Жена перестала разговаривать Да Ну что там, долго еще? Не отвлекаете меня Молодой человек, можно побыстрее? Вообще-то я художник А это искусство Побыстрее, это он шарж У карикатуриста А здесь нужно время Ну хотя бы чуть-чуть Ускориться можно? Последние штрихи Ну вы это час назад говорили Угу И Все Готово Все Давайте нам портрет Подозреваемым Пойдем его искать Ну что здесь давайте Эта работа стоит 300 гривен Так, подождите Мы же за 30 Договаривались А вы знаете, сколько сюда краски ушло? Хотя в принципе, ладно Я могу его на 30 накидать Так, что-то у него было Угу Две ноги, две руки Голова, глаза, нос Рот Еще был рот Держите А еще за червончик Могу сказать, куда он побежал Ааа Коллега А не кажется ли вам, что этот портрет Очень похож на нашего Подозреваемого? Кажется, коллега А давайте-ка его заберем в отделение А там разберемся Разберемся Я понял, я понял Уважаемый Вы настоящие ценители искусства Поэтому Вот, держите И денег не надо Держите Служу Отечеству Спасибо вам Договаривались Так Договаривались Полиция новая Методы старые Только искусство вечно Девушка Распитие спиртных напитков В общественном месте Запрещено Я вам сейчас выпишу штраф Ой, выписывайте Мне уже все равно Объясните Что у вас случилось Парень меня бросил Если бы я каждый раз По этому поводу напивалась Я бы уже давно спилась Так самое обидное Что он меня бросил По СМС Но это не повод Чтобы нарушать закон Идите вы Со своим Коном Ты глянь Какое совпадение Думаешь? Все мужики Козлы Козлы Это прикинь Точно так же Как и тебя Бросил По СМС Ну не козел Вот я говорю Все мужики Козлы О Еще один Как женщины Что случилось? Почему нарушаем Общественный порядок? Тебе не понять Да Нет, ну ладно это Но ты-то Представитель органов Правопорядка Что? Девчонки А есть там коньяк Еще у вас Что? Девушка По СМС Бросила? Нет Она беременна Не уследил За своими органами Правопорядка У меня же зарплата Маленькая А жить мы где будем? А у нее еще и кошка И собака И вообще-то мамина квартира Эх, друзья, по несчастью Так, а что мы делать будем? А поехали к тебе Не, ко мне нельзя У меня кошка беременная Теща злая И вообще это собакина квартира Малыши Поехали в караоке Точно, точно, точно Не, не, не Я за руль не сяду Я выбил Жека Мы же полицейские Кто нас остановит? Точно Вот Дай я тебя поцелую Добрый день, патрульная служба Киева Что случилось? Меня жених Бросил Бросил Бежал Понимаете? Да не переживайте так Найдем Не, не найдем У нас через час должна быть свадьба А он ушел Ну, не волнуйтесь Помиритесь еще Да он к другой ушел А я вот в платье гостей позвала Ой, что с тем делать-то? Помогите, пожалуйста Вы же полицейские Вы должны помогать людям Или вас там только Селфи учат делать Камень, ножницы, бумага Раз, два, три Камень, ножницы, бумага Раз, два, три Давай Как вас зовут? Вика, я Дорогая Вика Я очень долго думал И, наконец-то, решил Стань Моей Женой Не согласна Не согласна Алло, мама Все нормально Свадьба состоится Да, я его так люблю Так люблю Я так счастлива Молодец Героический поступок Ага Но Как я этот поступок Жене объяснил Я так рада Так рада Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха- Полиция, здравствуйте. Приезжайте срочно, у меня ДТП. Вот если вы не приедете, то точно будет ДТП. Да. Бажина, 17. Приезжайте срочно. Получишь у меня. Я здесь. Я здесь. Да. Спасибо большое, что приехали. Помогите мне, пожалуйста, припарка коваться. Вы видите, кто я? И, в общем... Давай нормально уже. Паркуйся криво. Здрасте. Добрый день, девушка. Вы нас вызывали. О, чёрт. Да, вы понимаете, дело в том, что я не могу машинку припарковать нормально, потому что вот эти вот понаставляли свои машины неправильно. Вы же мне поможете, да? Ну, да. Секунду. Чё я здесь? Парковочка. Ох, эти блондинки. Ой, спасибо вам большое за помощь. Пожалуйста. Помогать людям наша работа. Только, вы знаете, вы машинку немного неровно поставили? Неровно? Ага. Ну, я сейчас поровняю. Спасибо. Пожалуйста. Теперь нормально. Ну, всё. Стоять! Стоять, сказал полиция! Стой, стрелять буду! Всё, Сём, сдаюсь! Ну, всё, Сём, сдаюсь! Как? Как? Как ты? Класс! Нормально. Только ног не чувствую. Я тоже. Вот это страшно. Но вот это с дубинкой ещё страшнее. А я сам её боюсь. Пять километров. Ровно. Пять км. Ну, вы даёте, ребят. Ну, вы такая. Суча. Вы же тренируете. Да. Спасибо вам, ребята, большое. Я без вас бы никогда в жизни не начал бегать. А тут каждое утром уже вторую неделю. Спасибо. Что мы новая полиция, чтобы помогать людям. Да. Обращайтесь. Да. Ну, тогда завтра в это же время. Ну. Не-не-не. Не. Завтра меня не будет. Как? Так, а как же? Слушайте. А я завтра могу собаку взять. О. Так это вы завтра мировые рекорды бить будете. А нам у нас... Я на это не подписывался. Что делать-то? А? Стоять! На троих! Ой-ой-ой. Что делать-то? Да не паникуй ты, может, все обойдется. Живая вроде? Живая вроде. Ох. Ой, слушай, странная она какая-то. Ой. Шла по тротуару, а нас увидела на капот, как будто прыгнула специально, как курица. Да сам ты курица. Ой, люди, среди бела дня бабушек живых забивают на смерть. Ой. Как вы себя чувствуете? Может, что-то болит, а? Ой, печень болит, суставы ломит, сердце шалит. Доживешь до моего возраста, у тебя не такое будет. Бабушка, а ноги как? Вы передвигаться можете? Ой, не могу. Куб, приударишь, мои туфли слетели. Ой. А, да, вот тапочки ваши, да. Вот. Ой, нет, нет, это не мое. У меня лабутены были, лабутены. Поехали в магазин, купим лабутены и дело с концом. Прошу вас. Подержи ее, я посмотрю в видеорегистраторе какие-то там лабутены. Что он смотрит какое-то, что, видео там, что? Ну, записывается автоматически видео. Ой, да какое-то... Так, неспокойтесь, бабушка, успокойтесь, легче, легче. Бабушка, обратите внимание, были вы не в лабутенах, а в обычных тапочках. А еще тут видно хорошо, как вы к нам на капот прыгнули, как курица. Ой, простите, вы нас обманываете, да? Нет, внученька, нет, это у меня с памятью что-то, с памятью. Я же вот в магазин вчера ходила за хлебушком, возвращаюсь из магазина, открываю, а там коньяк и осетр вот такой. А деньг у бабушки только на хлебушек было, бывает. А давай ее по базе проверим, по-моему, она из нашей. Ой, ой, сердце, ой, болит голова, нога, ой, печень, ой, все, болит, скорее в больницу. Да вас везем, будет меньше проблем. Да нет, да меньше, а заодно на рынок. Заедем, еще чуть меньше проблем, а больше продуктов будет. В отделение мы с вами заедем сначала, проверим, кто вы такая и чем больше. Люди, люди посреди Белодня бабковки забирают волки позорные. Ой, суставы, суставы ломают. Ой, куда? Горгас, пара. О, я не понял, вы что, теперь на природе работаете уже? На вызове, да? Слушай, а ну давай мне сейчас забомбашь, а ну-ка, давай. Что вы себе позволяете? А, понял, понял, сейчас есть пятихатка. Веду, человек, мы из новой полиции. А, так ты новенькая, что ли? Я понял, тебе больше надо. Сейчас, секунду. Мы работаем по европейским стандартам. По европе? Ничего себе! Ну смотри, только ты так должна отработать. Да, человек, мы взяток не берем. Да ладно, что вы начинаете? Я вам каждую пятницу в этот ваш участок хожу, денежку оставляю. Ты что, вообще охренел? Ой, ой, отпустите. Ой, понял, понял, понял. Ой, у меня просто жена уехала, я хотел как-то развлечься, оттянуться. Ай-яй-яй-яй, я думал, вы потанцуете. Ой-ой-ой-ой. А-а-а! Ой, простите, вы хотели, чтобы я станцевала. Ну да. Я что-то сразу не поняла, понимаете, дело в том, что я не умею танцевать. А вот моя напарница, она как раз к нам пришла из самого первого состава Тодос. Вот она вам станцует. А, ну так давайте, какая разница? Мариночка! Кто будет танцевать, правильно? Да, мы стараемся. Так, что здесь происходит? Мариночка, дело в том, что молодому человеку нужна наша помощь. Жена уехала, и он попросил меня станцевать, а я же не умею. А, ну так я станцую. Не надо, не надо, мне уже полегчало, все. Не, молодой человек, я станцую, мы новая полиция, мы должны помогать друг другу. Я станцую, совершенно бесплатно. Танк! Танк! Не, 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 не надо. Итак, начинаем следственный эксперимент по делу об ограблении. Что ты стоишь? Я сказал, начинаем. А что, не будет это? Свет, камера, мотор, дубль один, рубль один. Борзый, не борзей. Единственное, что я тебе могу устроить, это личную гримерку. Два над четыре и с решетками на окнах. Начали. Девушка, что вы молчите? Ой, я растерялась. Меня просто уже десять раз грабили, вот, и ни разу еще не ловили бандита. В общем, я думала, что просто нужно написать заявление и отдать его вам, потому что вы их коллекционируете, а потом делаете селфи с потерпевшими. Так, по моей команде начали. Вы делаете все в точности, как было в тот день. Понятно? Начали. Девушка, вы куда? Переодеваться. В тот день я была в другом платье. А, я тоже пойду, я в тот день был в другом месте. Стоять! Не обязательно в точности. Можете приблизительно. Понятно? Угу. Начали. В тот день я стояла здесь. И Леонардо Ди Каприо должен был сделать мне предложение. Какое Леонардо Ди Каприо? Что вы вводите следствие в заблуждение? Ну, вы же сами сказали, примерно. Не настолько примерно. А, вспомнили? Все вспомнили? Поехали! Начали! В тот день я стояла здесь, и он побежал ко мне и начал угрожать. Борзый, угрожай! Уважаемая мадам, если вы не прекратите соблазнять меня своей красотой, мне придется задушить вас этими ручками. Борзый, я сказал, угрожай, а не соблазняй. У меня в телефоне карточка не резиновая. Все, быстро хватай уже сумку, убегай отсюда. А, окей. Да, Борзый, без команды, ну, ну, куда ты? Девушка, где он? Он убежал с моей сумочкой. Твою мать! А скажите мне, еще раз заявление писать? Нет, блин, сиськи показывать. Хорошо, а вы включили уже камеру? Что происходит-то, ебте палки! А может быть, просто сделаем предупреждение и отпустим его? Отпустим? Это злостный нарушитель. Мало того, что он нарушил скоростной режим, так он еще и наехал на полицейского. Ну, подумаешь. Нет, будем оформлять по всей строгости. Я тоже иногда наезжаю на полицейских. Вика, то лежачие полицейские, а он наехал на стоячего. Трижды. Третий раз в особо грубой форме. Ну, и что? Ага, а публичное оскорбление представителей органов власти? Ой, ну, прям так сильно оскорбил. А зачем он меня на весь парк назвал какашкой? Ну, не знаю. Но это же все-таки всего лишь навсего маленький ребенок. Ах так? Тогда будем по всей строгости. Ты, в смысле, вы имеете право хранить молчание. Вы имеете право на адвоката. Извините, здравствуйте. Спасибо, что вы поиграли. Вы такие хорошие, вы такие добрые. Не то, что старые полицейские. Забирайте своего этого малыша и построже там с ним дома. Идем домой. Сколько раз я тебя просила не играть с какашками. Пока, какашки. Извините. Яска, какашка! Это что, он? Судя по ориентировке, он. Ах, какой красивый. Господи, он просто идеальный мужчина. А, вернее, преступник. Слушай, а давай я его арестую. Так, знаешь что, будет, наверное, лучше, если я его арестую. Почему это лучше? Ну, потому что любому мужчине будет приятнее, если на него наручники наденет такая высокая, шикарная, длиноногая блондинка. Очень жаль, что среди нас нет шикарной, длиноногой блондинки. Поэтому арестую его я. Так, знаешь что? Давай он сам решит, кто из нас его арестует. Окей. Окей. Здравствуйте. Здрасте. Вы только не переживайте, мы знаем, что вы мошенник. Да, я все ваши дела знаю наизусть, могу рассказать. Прям как сериал. Вы знаете, дело в том, что у нас с коллегой возник небольшой спор. Такой, знаете, женский. Скажите, пожалуйста, кого бы вы из нас предпочли, чтобы вас арестовали? Меня или эту? Эта или меня? А я, между прочим, могу надеть так наручники, что вас не будет болеть кисть. А я могу вообще наручники не одевать. Мы можем просто сесть в машинку и поехать в участок. Вы даже будете за рулем. А перед участком мы можем с вами заехать в ресторан, поужинать, поесть всяких деликатесов. Ну, мало ли, какое будет решение суда. Вы меня, наверное, извините, но вы меня с кем-то перепутали. К тому же вы обе не в моем вкусе. А ну, рожа спал! А-а-а, я дура, я пристрелить могу, понял? Это беспредел, вы с ума посходили, что ли? Вот дурак. А могли бы просто романтично поехать вместе со мной на машинке в участок. Да, а как бы мы с ним прекрасно провели время в ресторане. Так нет же. Я говорю, о вкусе. Вот дурак. Дурак. Чего лежит? Давай, вставай! Обезьянник отлежишь-то, понял? Патруль 015 на связи. Задержали одного подозреваемого, остальным удалось скрыться. Продолжаем поиски. Ну что, где твои дружки, а? Я что-то не урубаюсь, мам, какие дружки. Я шелся тихонечко домой, тут вы налетели. Виу-виу-виу-виу-виу-виу. Это что такое? Мои права нарушены, эй. Ну что? Да. Все дворы, я бегал, спрятались. Блин! Муж звонит, мне надо раньше быть дома, у нас сегодня семейный ужин. А, их еще часа два. Ну да. Отличная тема, мам, сделай громче. Да сейчас. Давай, лимузунь! Громче, громче! Блин, что сказать ему? Что, музыка нравится? Шикарная тема! Слушай, а я мечтал быть диджеем. А ну куда? Давай-давай-давай-давай. Давай-давай-давай-давай. Смотри, смотри, пошли, пошли, пошли. Руки-вески! Давай-давай-давай, ручки поднимай. Давай-давай-давай, ручки поднимай. Оп-оп-оп-оп-оп. А ну-ка собрались, на землю все ложись. Давай-давай-давай-давай, про слепыми диванами. Шикарная туша! Кабан, ты че такой грустный? Че, по тюрьме соскучился? Дурак шо я. Эти новые менты-козлы. Типа ты мне Африку открыл. Менты-козлы по жизни, а новые или старые-это по барабану. Не, ну те старые козлы, конечно, конкретные были. Но эти новые намного козлее. Слушай, Кабан, ты причитаешь хуже моей мамаши. Растолкунь нормально, в чем дело? Ну вот ты мне скажи, сколько бы лет ты мне дал? Я че, тебе прокурор шо ли? Ты дурак шо ли? Выгляжу я на сколько. Ну вот, посмотри, внимательно. Так сорокет с натяжкой. Ну сорокет. А посмотри, что они в Маляве пишут. Гражданин лет пятидесяти. Каких нахрен пятидесяти? Мне еще тридцати пяти нету. Да ладно, Кабан, ты че, телка из-за возраста расстраиваться? Какая телка? Я тебе говорю, менты новые, козлы. Ты читай вверху. А че, разыскивается неизвестный, ограбивший банки, че? Неизвестный. Какой я нахрен неизвестный? Меня тут с детства каждая собака знает. Вот раньше менты были с уважением, с понятиями. Разыскивается всем известный Кабанов Макар Юрьевич. 83-го года рождения по кличке Кабан. А сейчас неизвестный лет пятидесяти козлы. Да ладно, Кабан, че ты, дай им время притереться, пообщаться, познакомиться. Да еще и фотку неудачную выбрали. Ну, посмотри, ну, где он, где я? Неизвестный с неудачной фоткой. А, тут еще написано плотного телосложения. Козлы я в санаторе, козлы. Конечно, козлы. Я похудел, между прочим, на 1,5 кг. Да ладно, Кабан, не расстраивайся, сейчас что-то придумаю. Придумаем. Эй, ментеныш, иди сюда. Пиши, короче, Кабанов Макар Юрьевич. 83-го года рождения. 1983-го, че ты пишешь? Да цифрами пиши, ты че, прикалываешься? По прозвищу Кабан. По кличке. А, в натуре, зачеркни прозвище, пиши, кличка Кабан. Неоднократно осужденный по статье «Разбой». Нападение на милиционеров. Че еще? Стройного телосложения. Да, в натуре, пиши. Самый красивый Кабан на районе. Не, ну не самый красивый. Самый, не скромничай, самый-самый. Пиши, самый красивый Кабан на районе. В данный момент разыскивается за вооруженное ограбление банка. Че это? А, точно, в натуре, красава. Держи, пиши. В данный момент вооруженный очень опасный, очень. Че ты хотел добавить, Кабан? А, я это, да. Мама! Да стой ты, блин. Да я ж сдаться хотел. Но не козлы, а? В натуре Кабан, эти новые еще козлее. Никакого уважения к авторитетам. Вот козлы еще на предохранитель не ставят. Ссоры-то не ссоры. Рассоры любят. Весь город уже. Вот что за люди, а? Ну, возьми ты бычок, выкинь в мусорку, подойди. Нет, он будет срок метров бросать в эту мусорку, как Майкл Джордан в недоделанной. Мужчина, извините, пожалуйста. А, нахаркали, а не чем вообще. Мы преступника преследуем, нужна ваша помощь. Чтоб у тебя аппендицит вспух, а выразили в селезенку тебе. Мужчина, отвлекитесь, пожалуйста. А, злиться, это дерево стоит. Я тебе шотин лист кинешь, спилю, гадина. Алло, 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 мужчина, мужчина, не видели человек, не пробегал в чёрной куртке здесь? Да, у меня работы своей по горлу. Вы хотите, чтобы я ещё мужика в чёрной куртке видел с женской сумочкой, который в ту сторону убежал, что ли? То есть вы его видели? Кого? Этого мужика, который сел в машину и сказал, шеф, гони на вокзал. А номер, номер не запомнили случайно? А мне недоплачивают за то, что я запоминаю номера АА-1764ВВ на серебристых ланосах. Внимание, разыскивается серебристый ланос, госномер АА-1764ВВ, дверится в сторону вокзала. Спасибо вам большое. Ага, 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 ага. Где они этим полицейским набирают по моему именю, что ли? стоять я говорю стоять ты никуда не уйдешь а вы неплохо бегаете я еще хорошо стреляю я учту так воруем ну почему сразу воруем не сказали что это самая лучшая модель молчать что тут у нас духи последней модели помада блин мой любимый цвет что еще тушь все самое лучшее я консультировался так а ну молчи а это что такое это что два билета на концерт вы любите группу тик так я не понимаю почему все новое духи даже не распечатаны потому что это подарок кому вам вы мне просто очень нравитесь давно а я все знаете как-то не решался к вам подойти я просто друг посоветовал говорит купи сумку пробегись рядом с ней ну типа ты вор она сразу за тобой побежит догонит и так мы познакомимся тебя не я мой напарник поймал я он сказал что с такой сумкой тебя только женщина догонит ой даже не знаю что с тобой делать ну что отпустить мне еще переодеться надо концерта сегодня а ну беги переодевай стоять оказание сопротивления работника полиции а воровство лет на десять ты уже заработал я говорю слушайте давайте может быть котенка там сыром подзовем на дереве сетевым газом я дико и женяюсь а вы же эти новая полиция да это мы а что да ничего хотел выразить уважуху от всех пацанов вы же типа бэтмены летра идти по городу это там никому от вас не спрятаться не скрыться правильно спасибо это всего лишь наша работа да не ну шо вы прибедняетесь вы же красавы его мое ну не то что эти старые менты ряхи себе подкармливали ну хорошая физическая форма это обязательное условие для отбора в новую полицию блин вы именно в смысле красивые можно с вами сфоткаться конечно конечно что может быть лучше чем помогать людям ну доставайте свой телефон камеры нету ой ничего страшного давайте сделаем селфи на мой телефон а я вам потом помогла скину доски нет на мыло ну давай хоть на мыло класс а можно я вас отдельно сфоткаю чтобы перед сном смотреть на вашу улыбку и самому с улыбкой засыпать давайте спасибо были офигенно а можно блин идея вышка неуловимые мстители давайте вот как в кино типовым на закат такие смотрите и камера так назад отходит давайте давайте вот класс вообще вот неуловимые вылитые ну долго там еще мужчина ушел блин а какие люди нечестные расслабились я смотрю да думаете на вас управы не найдется третий третий вашу сторону движется крупный мужчина преступной наружности задержать как понял нормально я тебя понял у вас тут вообще лохобаны работают так что неуловимые мстители вызывайте вертолет девушка милая ну перестаньте может мы чем помочь вам можем ой у меня парень пропал пять дней назад трубку не берет в общем не знаю что делать пять дней назад да что же раньше в полицию не обратились описывайте его скорее он такой красивый красивый высокий высокий кориглазый кориглазый в общем полная противоположность вам какие-то особые приметы у него есть да у него на правой ягодичке родинка у меня на левой вот я же говорю полная противоположность вам а когда вы его последний раз видели вот пять дней назад мы с ним встретились и он мне сказал дура не звони мне больше и все трубку не берет что же вы нам голову морочите ваш парень не пропал да да он вас тупо бросил все я закрываю делаю я тебя сейчас закрою бессердечный человек я так понимаю дорогая мой тоже неделю назад обещал позвонить в театр сводить и все я тоже пропал ай сволочи они все козлы понимаешь козлы и все а ну описывай твоего он такой маленький маленький такой невзраченький невзраченький такой голубоглазенький голубоглазенький у него родинка на левом ягодице короче полная противоположность своего ладно все 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 не ной свожу я тебя сегодня в театр поехали Извини, дорогая, мне с этим надо разобраться. Молодой человек. Че надо? Да че? Можно вас на минуточку? А, один тоже говорил на минуточку, в итоге на пять лет вышло. А не, скажите, у вас есть телефон, позвоните. Опа, а вот конкуренции со стороны ментов я никак не ожидал. Что, я не понял, у вас телефон есть или нет? Ну нету, я ж только вышел. Не жалко, что делать, а? Да, у меня машина поломалась, а у меня телефон сел. Не могу эвакуатор вызвать. Придется здесь до утра паковать. Че, как до утра? Да это беспредел, начальник. Прямо тут до утра? Ну? Ну, в смысле, держать людей после смены на патруле. Да, да, да. Ладно, сейчас найдем тебе мобилу. Сейчас идти. Опа. Добрый вечер. Добрый вечер, я говорю. Здрасте. Уважаемый, дай мобилу позвонить. Знаете что, я вам уже трижды давал телефон, и вы мне его ни разу не вернули. Ну я ж звонить его брал, а не чтоб тебе вернуть, правильно? Мобилу гони. Я позволю себе не подчиниться вашей грубой команде. Да это не мне, это менту надо. Да, да, да. Есть просто такая ситуация, машина поломалась. Да, 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 конечно. Спасибо. И вам спасибо. Нема за что. А можно на секундочку? Да. Я как посредник процентик возьму сейчас. Что? Алло, Карась, это борзый. У нас на районе менты сегодня кукуют. Работаем на соседнем, да? Все, давай, до встречи. Все, спасибо, счастливо. Ой, спасибо вам большое. За что? Как? Это первое в моей жизни погоня. А ну! Извините. А ну, стояйте! Спасибо. Стояй! Яблочки, яблочки. Покупаем яблочки. Яблочки, яблочки. Покупаем яблоко. Добрый день, патрульная служба Киева. Здравствуй, милок. Вы знаете, что здесь нельзя торговать? Ой, правда? Я не знала. Уберите, пожалуйста. Ага. А здесь. Яблочки, яблочки. Бабушка, на этой улице вообще торговать нельзя. Ой. Милок, а может, мы как-то договоримся? Вы что, мне взятку предлагаете? Вы знаете, что за это вас могут посадить? Да помнишь ты, милочек. Какая взятка? Это так. В качестве угощения. Смотрю, худенький ты, плохо кушаешь. На, на вот. Держи. Кушай. Милок, слушай. А может, это, разрешишь бабушке на хлебушку заработать, а? Вас же поставили, чтобы людям помогать. Круто. Новая полиция. Здравствуйте. Здрасте. А можно с вами сфотографироваться? Да, конечно. Круто. Только фотографии у нас не просто так. А, ну ладно, сколько? Да нет, вы яблочки купите. Десять гривен килограмм, солнышко. Ну, давайте килограммчик. Ой, а бери сразу два. На двадцатку. Спасибо. Яблочки. Покупаем яблочки за фото с живым полицейским. На троих. Молодой человек, вы обронили. А, ничего я не ронял. А, как же, как же. У вас упало. У меня настроение упало. А мы его сейчас поднимем. Сейчас. Ммм. Сладенький. Че, какой сладенький-то? А? Барыга, козел. Сахар подсунул. Как сахар? Я думал, это кокаин сладкий. Его в кино так все пробуют вкусно, а о какой на вкус не говорят. Правда, козел ваш, барыга. Меня дело такое испортил. Корявый, корявый. Фу, еле тебя догнал. Фу, капец. Я пакетики перепутал. Че, а? Тебе что, штырит от сахарной пудры? Ой, эффект плацебо налицо. Че, короче, прикинь. Мамка чуть только что не замутила пироженки с вот этой штуки. Было пирожное не с кокосовой стружки, а с кокосовой крошки. Ладно, короче, на все, держи. Не-не-не-не-не-не. Да-да-да, прикинь, чуть не замутила с этой штуки, короче, пироженки. На, держи, короче. Все, я погнал, не смей тебя задерживал. Я буду вас задерживать. Корявый, это че, блюк? Это шрок. Капец. Представляешь, Маринка, вчера было два года, как мы с Женькой встречаемся. Я думала, он мне предложение сделает, а он даже забыл про юбилей. Вот гадно. Я, наверное, никогда замуж не выйду. Да ладно, выйдешь ты замуж. В этом деле главное подтолкнуть, понимаешь? Да, всех своих ты уже растолкала. Поговори мне. Что такое? Что случилось? Женька мой. Где? Да вон, сидит, газету читает. Вот это вот газету читает? Да. О, Господи, Боря. Побудь здесь, я тебя позову. Марин? Да позову я тебя. Добрый день, молодой человек. Здравствуйте. Меня зовут Марина. А вас как? Женя, я наружил что-то? Да нет, все нормально. Понравился ты мне. Любовь с первого взгляда. Веришь? Слыхал? Слыхал? А что? Ну, это оно и есть. Я на тебя посмотрела, сразу поняла. Ты мой суженый. Я что-то не... Что? Что-то непонятного. Я уже все решила. Свадьба будет скромная, жить будем у тебя. Кстати, сколько ты зарабатываешь? На жизнь хватает. А что? Придется тебе вторую работу найти. Зачем? Ну, а как ты наших пятерых детей прокормишь? Что, простите? Какие дети? У меня трое детей есть. А двоих я тебе еще разживаю. Что? Ой, мышь, это слабоватенький. Подкачать надо. Зачем? Что? Какие мышцы? А как ты меня будешь из ЗАГСа на руках выносить? Сидеть? Женщина, отпустите меня. Я не собираюсь за вас никакой замуж. И у меня невеста есть. Что вы? Посмотри на себя. Кому ты нужен? Ну, здравствуй, Женечка. Вот, вот она, Вика. Вика, скажи ей, скажи ей, что ты моя невеста. Вообще-то мы пока только встречаемся. Это пока. Выходи за меня замуж. Ну, я не знаю, мне нужно подумать. Это вопрос жизни и смерти. Пожалуйста. Ну, Саш, я согласна. Она согласна. Она согласна. Она согласна. Я всегда говорила, в этом деле главное подтолкнуться. Девушка, поймите, что поймать этого преступника и вернуть вам ваш кошелек, нам нужно как можно скорее составить его в фоторобот. Я готова. Вот. Нарисуйте, пожалуйста, нюансы. Ой, нет, я отвратительно рисую. Ну, а вы знаете, в детстве я два года ходила в театральную студию. Я могу попробовать показать. Присаживайтесь. Давайте. А поаплодируйте, а то я стесняюсь. Вот, примерно так. Может, Козлов. Да нет, Козлов в ростом повыше, и у него более мужские скулы. Да. Девушка, добавьте еще нюансов каких-то в области. Нюансов? Походка. Ага. Да. Вот. Цаплин. Цаплин. Да нет, цаплин крупнее, у него килограмм сто веса в нем. Ага. Девушка, точнее, что-то вспомните, какие-то моменты, может. Мелочи какие-то. Мелочи. Вспомнила. Очень яркий акцент. О. Эй, ты давай сюда, свой кошелек. Все, я знаю, кто это. Кто? С таким акцентом у нас в базе только трое. Акопян, Карапетян и Петросян. Ну, как мы поймем, кто из них виноват? Берем сразу всех троих и оформляем, как групповую кражу. У нас же план по групповым горит. А, я. А вам, девушка, завтра на опознание. Спасибо. Спасибо. Не за что. Да. А, вспомнила жесты. Эй, дубка, давай, брак отсюда. Ты иди. На троих. Эй, динка, как картика, а с фраером ребят. Опа. Синя, дай мне финку, ого, я пойду, пилю. Опа. А поинтересуюсь, а шо это за кент? А ну, не пусть рисует. Серый, это ж мент. Я знаю. Лейтенант Смиригин, а ну-ка, быстренько прекратили вот это безобразие. Вы нарушаете общественный порядок. Слышь, ментерный, ты куда зашел? Вот и иди, пока мы тебе вестибулярный аппарат не подпортили. Не вынуждайте меня идти на крайние меры. А то шо? Ты на шо, плюшевыми мишками забросаешь, а? Или фантиками от барбарисок. Вообще-то я против физического насилия. Ну, тогда про баб можешь забыть, потому что ни одна тебе добровольно не даст. Куда ж ты? А на коня? А на коня? Быдло, быдло. Ну, не очко обычно губит. А коньки на сайте. О, Санек, смотри. Метеныш с подкреплением вернулся. Молодые люди, это вам. Чего? На. Предсказуемая реакция. А главное, никакого физического воздействия. Как говорится, добро должно быть с шариками. Метеныш, ну, сейчас я все сломаю. Стой! Стой, стрелять буду! Ага, что думал? Не догоню тебя, да? Почему думал? Был уверен? Вы просто пистолет достали. В старой милиции, когда попроще было, просто ходишь, сбираешь деньги спокойно, а тут... Так, а ну, признавайся, ты зачем сумку украл? Я ее не крал, это моя. Что ты рассказываешь? Я своими глазами видел, как ты у женщины вырвал ее. И мой напарник видел. Ты же видел? Да, конечно, я же в новой полиции работаю. Это в старой милиции я бы не заметил. Еще бы и 200 гривен заработал. Это никакая не женщина. Это моя жена. Какая жена? Что ты рассказываешь? Ты ему веришь? Конечно, нет. Это в старой милиции я, может быть, и поверил за 200 гривен. А за сотку, что это и туфли тоже жены. Я серьезно. Это моя жена. Вот, вот наши фотографии вместе. Вот, вот мы вместе. Вот, ну, вот посмотрите, вот. Ну, допустим. А сумка тебе зачем? Это что у вас, ролевые игры, что ли? Да нет. Понимаете, она сумочку купила, а у меня не спросила. Сижу на работе, тут мне приходит смс из банка. Вот, вот посмотрите на цену. Ого, ну, ты это видел? О! Мы в старой милиции жены такие суммы бачили. А для новой полиции это, конечно, шок. Это не то, что шок. Вот я бегу ее в магазин сдать. Он закрывается скоро. А по-другому у моей жены сумочку не оторвать. Только... Что-то я тебе не верю. Ты веришь в эту историю? А что, у нас в старой милиции собака был в таки, что если колбасу схватит, то уже не выдернешь в него? Вот один в один. А при чем тут собака с колбасой? Я про сумку говорю. Что нам с ним делать? Значит так. Давай 200 гривен, и мы тебя зараз на нашей машине до магазина еще подвезем. Какие 200 гривен? Вы что, хотите взятку? Боже, сбав. Транспортные услуги. Старей милиции, я бы на УАЗике тебе давно бесплатно отвезу. Ну. А тут же у нас гибридные автомобили. А электричество, ты что, в скейки стоит? Ну. Поехали. Ну так мы и сразу пришли. Так, сумочка. Вот то стоило было бегать вот это. Я стихи калорий потратил. На шо? На троих. И стоил этот кофе 40 минут в очереди. Стоил. Тут самый лучший кофе. Женя. И вот как мы теперь выйдем, а? Вообще-то мы опаздываем. Не волнуйся, Яночка. Я щас буду выруливать, а ты команду. Буду ехать вперед. Буду ехать назад. Стоп! Буду ехать вперед. И не ори так, а то подумай, что я кого-то задавил. Яна, здесь еще расстояние. Здесь к три таких, как ты, влезет. Три. А потом скажешь, что машину разбила я. Ну тебя. А давайте я вам помогу. О, слава богу, молодой человек. Если можно. Вот. Мне бы такого напарника. Умный. Сообразительный. И мужчина. Давай, братишка. Подержите. Тут смелее назад можно сдавать. Ага. Назад, назад. Давай, 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 давай. Красавчик. Спасибо. Э, мужик, ты, ты... А ты его еще в напарнике хотел. Ну что, мужик, будем оформлять ДТП? Держите вкуснейший кофе. Ваша фамилия? Яна. Что Яна? Как правильно пишутся, Сморикин или Смарикин? Здравия желаю. Здрасте. А что это вы, не выспавшийся за рулем, а? Ребят, вот вы вроде новая полиция, а поводы останавливать, как у ГАИ. Зря вы так. А ведь сонный водитель – причина повышенной опасности на дороге. Да я нормально выспался. Да? А мы вас-таки с мигалочками взяли и разбудили, да? Да вы ведете, как сонная муха. Создаете аварийную ситуацию. Ребят, да я бодрячком. Бодрячком? Вот и выходите из машины бодрячком. Пожалуйста. Ладно. Пожалуйста. Вот, вот. Вот, пожалуйста. Что? Я танцы потянула. Наверное, пьяный. Пьяный, да? Слушайте, ну, чего вы ко мне прицепились, а? Ну, что мне сделать, чтобы вы меня отпустили? А что нужно сделать водителю, чтобы проснуться? Что, чтобы проснуться, вам нужно выпить кофе. Хорошо. И где я тут найду вам кофе? Пройдемте к нашему автомобилю. Прошу. Эспрессо, американо, капучино, латте. Эспрессо. Десяточка, пожалуйста. Сохрань без. Без. Всего хорошего. Спасибо. Счастливого пути. До свидания. Ага. Ну вот, и подработочка, и людям помогаем. Кстати, людям помочь. Седьмой-седьмой, я девятый. Готовь шаурму, к тебе клиент едет. Злой. Голодный, наверное. Слыхал? Бодрячком. Вот бодрячком. Хватит, наверное, с себя кофе сегодня. Поехали ловить бандитов, а? Поехали. Уж поспишь, а? Поехали, поехали. Поехали, поехали. Всем привет. Это ваше любимое пранкер-шоу «Придурки онлайн». Да, мы самые именно те, которые катались на чертовом колесе и пневали на очередь. А мы те самые, которые ходили по магазину и забирали у детей мороженое. Ага, а сегодня у нас прямое включение из парка. Да, в прошлый раз мы угнали здесь пони и целый день катались на нем в метро. А потом мы взяли, налили сампунь в фонтан и побыли там бомза. Было круто. Но то, что мы приготовили для вас сегодня, просто мегачумовой прикол. Да, вы видите того копа? Сейчас я дам ему пендаль. Как? Причем такой, что у него еще неделю болеть будет жетон. А я заберу у него сапку и сделаю из нее кормушку для птиц. Хоть какое-то будет польза от этого чучела. Смотрите, у этого копа прямо. Надо немного подождать. Вы хоть и придурки, но не настолько. Че, там ушел? Да. Все, мои займы и подписчики, держите. Сейчас будет мега улетный пранк. Погнали, парни. Погнали. А где наша жертва? Где он? Никому не двигаться, вы задержанные. Ну все, доигрались. Это беспредел! За что мы ничего не сделали? Как ничего? А жестокое обращение с животными, нарушение общественного порядка, хулиганство в магазине, а также попытка нанесения тяжких телесных повреждений к сотруднику внутренних органов. Откуда вы все это знаете? Вы что, экстрасенс? Я Володя 87. Я на ваш канал подписан. Уже неделю за вами слежу. Блин, единственный подписчик и тот мент. Я вам лайки ставил, а вы мне пендели. В камеру посажу без интернета. Нет, только нету. Нет, только нету, пожалуйста. Залпай, нету, залпай, нету, залпай, нету, это вы делали! Марина? Что? Вон, видишь, мужик стоит. Где? Да он около столба. Очень похож на ориентировку. В прошлый раз тоже был похож. А оказалось, манекен в витрине. Ты мне каждый день это будешь вспоминать? Ну вот же, смотри, глаза глубоко посаженные. Глубоко посаженные глаза у картошки, у этого нормальные глаза. Ну, лоб же широкий. Стопудовая примета. Ограбил кассу, отрастил челку, да никто в жизни не найдет. Нос с картошкой? Нос. Да чтоб у тебя электрошокер разрядился в карман. Нос с картошкой, глубоко посаженные глаза. Ты ищешь человека или огород? Ну, губы-то правильной формы. Ну, здесь-то не поспоришь, а? Губы правильной формы большая редкость. Ладно, хорошо. Я не буду никого искать, хорошо. Но если окажется, что мы были рядом с серийным убийцей и не поймали его, то в следующие выходные будешь дежурить одна. Какой серийный убийца? У нас ориентировка на барсеточника. Можно подумать, барсеточник не может быть серийным убийцей. Слушай, а ты подойди к нему и спроси. Ну что, так можно? Да, в учебниках это первый способ. Подойти к человеку и спросить, не серийный ли он убийца. Ну, хорошо. Подойду и спрошу. Идиот. Молодой человек, здравствуйте. Здравствуйте. Я из полиции. Вы простите меня, конечно. Быть может, мой вопрос вам покажется странным. Но учебники гласят, что это вполне естественно. Так а что вы хотели? Вы случайно внесерийный убийца? Так как вообще? Как вы догадались? Ничего себе, везет же новичкам. Как вы догадались? Стоять, 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 стоять. Стоять, стоять. Как, как? Ориентировка. Как? И он мне, прикинь, говорит, а кто ты такой? Ого, а ты шо? Ну, а я такой сразу, да ты кто такой? Ну, а он шо? А он, прикинь, такой, а ты кто такой? Фига, а ты шо? Ну, я такой. Молодые люди. А ты кто такой? А, э, здрасте. А вы распиваете спиртное напитки в общественном месте, это запрещено законом. Так тут пару бутылок. Это шо, пить, это так вкус вспомнить. Ну, ну и шо? И вот такой. Если вы сейчас не прекратите, вы вспомните вкус обезьянника. Да я его как-то не успел забыть за пару дней. Ну, начальник, ну реально шо нам, выливать его? Ну, зачем выливать? Мы ж не звери. Просто наденьте пакет. Я не буду видеть, что вы пьете. И пейте себе спокойно дальше. Ну, как скажешь, начальник. В пакет так пакет. Вот так. Слышь, а реально в пакете намного прикольнее. Не зря они называются пакет для мусора. Слышь, правильно, пакеты для мусоров. На каком основании вы преследуете нас эти долгие километры? К вам у нас пока претензий нет. А ваш водитель нарушил правила дорожного движения. И слава богу. За это предусмотрено наказание. Бог его накажет. Я могу ехать? А как мы узнаем, что его наказали? Нам нужно документально оформить правонарушение. Потому что наша служба создана специально для контроля и наказания. Вы заблуждаетесь, дети мои. Это наша служба создана для контроля и наказания. А вы здесь глупостями занимаетесь. Вы в церкви сегодня были? Нет, мы преступников ловили. Вот видите, а все преступники сегодня в церкви были. Все грехи замаливали. И депутаты, и обычные воры, и чиновники. А вы все пропустили. Теперь я могу ехать? Нет. Мы должны выписать штраф вашему водителю. Пока месяц, это мой личный водитель. Наказывать и прощать его буду тоже только я. Ко мне вопросы вы имеете? Да, есть один. Личного характера. Скажите, откуда у вас такой дорогой автомобиль? Это прихожане мне подарили, которых вы еще не успели обворовать. Мы взяток не берем. Значит, глухаря на кого-то уже повесили. Мы уважаем права человека. Значит, супругом своим изменяете. Мы не изменяем своим супругом. У нас есть дети, и мы их очень любим. Да. А может, собачку какую ногой пнули? Сквернословите? Слухаете? Может, пост великий не соблюдаете? Блаженнейший, все мы соблюдаем. А вот он вообще вегетарианец. У нас конкурс был 15 человек на место. Прошли только самое-самое. Я тут подумал, может, вы вместо меня службы вести будете? Спасибо, у нас своя служба. Передайте водителю, что больше не нарушал. Всего доброго. До свидания. И привидится же такое. Может, в церковь сходите? Вы нарушили скоростной режим. Выйдите, пожалуйста, из машины. Ты вообще знаешь, кого ты остановил, а? Знаю. Я остановил нарушителей. Вы нарушили правила. Чего? Я сейчас лично кое-кому позвоню, и все. И ты последний день в полиции работаешь. Ты меня понял? Молодой человек, Ваше нарушение зафиксировано на видеокамеру. И сейчас наш разговор пишется на видео. Дай сюда эту палку. Палку дай сюда, это я тебе сказал. Пожалуйста. Апорт! Апорт! Беги давай, я поехал. Вам все равно не удастся уехать. Вот сейчас внимательно наблюдай. Смотри, как я уезжаю. Да что там такое? Мариночка, у меня там будет одна просьба. Не сильно обейте его, пожалуйста. Беги, мужик. Беги. 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 Стоять, руки вверх! А я шучу, опусти. Шучу. Батарейка на брелке села? Ага. Да? Ага. У меня так постоянно. Я тоже линейкой мучился раньше. Но сейчас приловчился, помогу. Оп. Прошу. О, ага. Пожалуйста. Стоять! Батарейечку нормальную возьми, чтобы брелком в следующий раз нормально открыть. Ага. Да, все, счастливо. Ага. Стоять! Линейечку забыли. Аккуратно, за рлем рассеянный какой-то. Всего доброго. П-п-п-п-пасибо. Это, это, это чего? Это машину у меня угнали! Машину угнали! Как угнали? Как? У вас прямо из-под носа машину мою угнали! Вы чего? Тогда в погоню за ним, срочно! В мою машину! Нет, нет, не сейчас! Нет! Вызывайте по-п-по этой, по-по-по рации по вашей, по-потреблению вызывайте, быстрее! А вы там батарейки не купили случайно? Да какие батарейки, ё-моё! Пачкай, три штучки. Молодой человек! Да-да? Я, кажется, заплутала. А где улица Лермонтова? Лермонтова, бабушка, вот так прямо идёте, квартальчик, направо, вниз потом и ещё прямо. А направо? Направо сейчас? Нет-нет, бабушка, я... Как? Нет, иди минутки, давайте я вам покажу, идёмте за мной. Ага. Давайте я вам помогу. Ой, спасибо тебе, милочек, если б я так обратилась к старой милиции, они б меня провели только в одном случае, если б я что-то украла. Мы хорошие, вы не такие. Молодой человек, у меня украли сумку, он такой в черной кофте был, да. Пожалуйста. Ой, ой, ой. Беги, милок, беги, сумка важнее. Как же, я же... Молодой человек, ну почему вы стоите, ну пожалуйста. Иду, иду. Да скорее же, скорее. Бабушка, я не могу, я же вам слово дал, мы же не такие, мы другие. Давайте, за мной, ускоряйтесь. Боль, всё, всё, милок. Я домой не хочу, я тут на земле полежать хочу. Бабушка, ну давайте сейчас его поймаем, я иду, я вас домой отнесу, честное слово. Не надо, не надо. Яблоки, яблоки. Арестовываем его. Но он не подходит под описание. Я говорю, берём. Ты уверена? Да, он вор. Что он украл? Лучшие годы жизни. У кого? Ой, какая разница, у хорошего человека. Всё, берём. А ну, стоять. Стоять. Гад. У тебя есть право не ходить налево. У тебя есть право позвонить моей маме и извиниться за сделанные нервы. У тебя есть право бросить свою рыжую лохудру. Скажите, у меня есть право на один телефонный звонок? Да. Что, будешь своей рыжей дуре звонить, да? Да, да, буду рыжей дуре звонить. Что? Алло. Алло, Вика, ну мы же с тобой договорились. Между нами всё кончено. Хватит меня преследовать, я тебя прошу. Вика, тогда я твой бывший что ли? А ну, пошли. Так, нет, он украл очень много вещей и драгоценностей. Я ей говорю, Вика, пожалуйста, забери свои вещи из моей квартиры. Я понял, молодой человек, извините, отдыхайте. Нет, нужно его в машину до выяснения личности. Вика, ну что за цирк? Какая я вам Вика? Надо выяснить, может, он бандит. По вазе пробить. Ладно, хорошо, молодой человек, давайте пройдём в машину, составим протокол, и я вас отпущу. Так, ты стоишь здесь, а ты за мной. За мной, я сказала. Вика, ну... Он что, сопротивлялся, что ли? Так, вначале чуть-чуть, но теперь у нас всё хорошо, мы снова вместе, и завтра он мне позвонит. А если не позвонит? А если не позвонит, то мы пойдём к нему домой. И там я снова возьму у него указания. Ой, Вика, Вика, ну идём дальше, потрудливаясь. Хорошо, едем. Ян, может, хватит вонять своим лаком? Ну и что, мы всё равно сидим, ничего не делаем? Ты хоть красоту на виду. Мы на работе, а не в салоне красоты. Ах, да, точно, извини. Ну что мы здесь делаем? Ты не заметила? Мы в засаде. Что, правда в засаде, да? А что ж ты, мигалку не выключил? Видишь вон Мерседес на хромированных дисках? Это живец. В этом районе орудует банда. Наглые ребята. Снимают колёса с машины. Орудует средь бела дня, никто их не может поймать. А мы поймаем. А что, снимать колёса это прибыльно? Ть, ещё бы. Одно колесо стоит, как наш месячный оклад. А затраты небольшие. Баллонный ключ, домкрат и кирпичи. Я именно извиняюсь. А можно с вами заселфиться? Что обратить? Ну, сфотаться. А, ну, конечно, можно. Нет, мы на работе. Ой, мы засаде. Да? Чё, тебе сложно, что ли? Ладно, только быстро. Можно, да? Спасибо. Не, подождите, я там моргнула. Да не, у меня всё есть. Не, не, давайте перефуткаемся. Да? Спасибо. А фотографию часа два не выкладывайте. Мы в засаде. Ага, понял. Ну, и долго нам ещё в засаде сидеть? Столько, сколько нужно. Я пойду кофе возьму, а ты смотри, если что-то подозрительное сообщишь. Знаешь как? В твиттер. В рацию. Да знаю я. Твою полицию. Что там? Дофоткалась. Иди смотри. Теперь целый месяц без зарплаты будет. Спасибо. 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 АПЛОДИСМЕНТЫ